Собака ходит. Тихо. Нет. Хочет рычать, бегать. А я хочу снимать. Всем привет, мои хорошие. Чарли, тихо. Ребята, он так смешно, знаете, дрыгает своим носиком. Дорогие мои, всем привет. Сегодня мы с вами едим сырки. Вы только на это посмотрите. Ребята, если честно, я не верю, что я заказала столько много. У нас сегодня битва титанов на самом деле. Это Светлогорье. Прочитала, чтобы не ошибиться. Это советские сырки. И это много сырков Александров. И вот я для красоты еще купила макаронки. Если честно, я взяла все, что было в магазине. Знаете, есть еще такие простые сырки. Росгорэкспорт, по-моему, они называются. Они одни из самых дешевых, по 20 рублей. Но, знаете, я решила ими не омрачать наш ролик и поесть с вами сегодня только самые вкусные, самые премиальные сырки. Вот, если вам интересно, ставьте сразу лайк. Большое спасибо, что зашли на мой канал снова. Подписывайтесь, подписывайтесь на мой Телеграм. Там меня много, я настоящая, снимаю кружочки. И, ну, мне там нравится. Если честно, я Телеграм люблю. Фух, ну что, начинаем. Слышите, ходит. Ребят, я переживаю, я волнуюсь. Вы знаете, когда все тут настраиваешь, боишься что-то сломать. Давайте будем начинать сверху вниз, потому что там у меня стоит подпорка, чтобы они не поехали. Так, это самый обычный сырок Александров. Без всего, просто в молочном шоколаде без всего. Ребята, они еще подтаяли. Для меня, знаете, сегодня решила сделать такую новогоднюю немножко атмосферу. Это все для меня, как будто Новый год. Я обожаю сырки, я просто их обожаю. Давайте будем оставлять, иначе я быстро наемся. И не успеем с вами все попробовать. Этот вкусный. Вы наверняка пробовали все-все, но назовем это видео, знаете, как обзор. Битва титанов. Очень вкусно. Пьем чай с бергамотом. Так, это что? Ребята, держитесь. Это Александров со сгущенкой. Невероятно вкусно. Просто невероятно. Оставим, да? Оставим, а потом будем доедать. О чем сегодня я хотела поговорить с вами? Кстати, спасибо, кто меня поддержал под прошлым видео. Реально, вы лучшие. Так, давайте дальше. Это у нас суфле. Это у нас суфле. Пробуем. Ну, суфле вкусное. Похоже на птичье молоко. О чем сегодня я хотела поговорить? Вы знаете, я не сразу стала снимать видео. Я не сразу стала учиться на дизайнера. Это все получилось не сразу. Я вставлю вот тут вот, или вот тут вот, ссылочку на этом моменте, на то видео, где я рассказывала про работу. И вы сможете посмотреть вообще мой путь, как я работала, что я делала. Я не сразу пошла в HR, а я еще какое-то время мечтала, искала себя. Так вот, сейчас расскажу, что было дальше. Это у нас, ребят, в темном шоколаде с ванилью. А, ну это обычный. Искала себя. Я в то время общалась с одной девочкой. Достаточно интересной. И она не работала. Я сейчас не знаю, работает она или нет. Мы перестали общаться. Но мы с ним прямо, знаете, ходили по кафе, отдыхали, кутили. И в этот период общения с ней, мы, знаете, все время что-то придумывали. Типа, давай сделаем бренд какой-нибудь. Но это все, знаете, какие-то такие идеи, которым не суждено взбыться. Как бы это просто какие-то идеи невероятные. Ну, то есть, потому что сделать, допустим, свой бренд, это очень-очень сложно. Ну, короче, мы так придумывали всякие идеи. И на этой волне мне приходит в голову идея. Так как я всегда хотела быть, ну, такое, что-то делать, снимать. Ребят, это картошка. Картошечку я очень люблю. Так как я всегда хотела снимать, вести какой-то блог. И при этом я еще хорошо рисую. На самом деле я умею рисовать. Я подумала... Картошка-боба. А не стали ли мне визажистом? Кто посвящен вообще в тему визажа, вы знаете, что есть такая... София Миро, по-моему. Она визажистка Мака. Достаточно медийная девочка, там красит звезд. Одна из самых лучших в России. Посмотревши на нее... Я подумала... София же вот красит, круто. Почему я не могу? Да, я же хорошо рисую. Девочки, зефир. И мальчики. Зефир. Слушайте, зефир я тоже никогда не пробовала. Честно, похоже на суфле. Только суфле более нежное. Я вам рекомендую, если честно, суфле. Зефир такой, почти как пластиковый. Короче. Посмотрела на нее, думаю, все, я тоже смогу. И я... Девочки, у меня тогда не особо было много денег. Ну, там где-то мне было, наверное, скоплено 1040-50. Я решаю, что я пойду на курсы. Я смогу быть крутым визажистом. Я прям реально об этом думаю. Так, девочки и мальчики. С белым шоколадом. Пробуем, пробуем, пробуем. Он, знаете, с никого рычит? Вот у меня Чарлик. Он видит отражение, видимо, в окне. И он рычит на улицу как бы. Но я думаю, что он на свое отражение, если честно. Ммм. Белым шоколадом бомбезно. Короче. И я беру из своих вот этих сбережений и 40 тысяч отдаю на курсы визажиста. Ну, буквально там одни из своих последних денег. Ребята, купила еще макарончики. Смотрите. Тихо, Чарли. Чарли, дай ребятам покажу макароны. Так, уйди. Все, уйди. Ух-тех-тех-тех. Слушайте, хруст. Не знаю, слышите вам, нет? У меня появились фавориты на этом столе. Смотрите. Чарли, хватит цокать. Пожалуйста, тихо. Я хочу вам дать просто послушать, как стучат макароны. Он цокает. Чарли, сидеть. Все. Сидеть. 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 Они очень нежные. Ребята, они супер нежные. Смотрите. Боже. Вау. Шикарные. Макароны просто очень качественные. Знаете, как в кофейнях дорогих. И, в общем, отдаю я свои 40 тысяч. Последние практически. На курсы по визажисту. Я учусь там. Знаете, эти деньги я дала за, ну, типа, три недели курсов, наверное, да, или месяц. 40 тысяч. Ну, я туда приходила, отрабатывала, все, ну, занималась. Все, отучилась я курс. Знаете, действительно, курс мне помог. Ну, потому что я сама себя крашу сейчас. И, в принципе, я, ну, более-менее понимаю, как нужно красить. Давайте светлогорь попробуем. Вот. И. Знаете, вот светлогорье, они просто более жирные. Они очень похожи на Александров на самом деле. Но у них консистенция более такая... и они более жирные. Ну-ка, вот это картошка, да? Ну, с какао, типа, сырока. Вот картошка Александров. Знаете, вот картошка Александров, она даже с костинкой идет. Ну, я вот отучилась я, и у меня, ну, так как я посмотрела на всех визаж блогеров, я прям загорелась, то, что я должна работать в Маке. Попробуем советские традиции. Мак-то такая, что из магазинов косметических. С профессиональной косметикой. Слушайте, вот, кстати, интересно, смотрите. Сколько в советских традициях, да, сгущенки. И сколько сгущенки в Александрове. А? Тут реально много сгущенки. Тут не очень много. Ну, вот видно, знаете, что тут шоколад ломается? Тут он более мягкий. Но они похожи. Это вот советские. Ну, знаете, конечно, не похожи, потому что вроде это все делается на одном заводе. И, наверное, да, не похожи. Так вот. Я отучилась, мне все очень нравилось. Я, на самом деле, у меня реально хорошо получалось. Стильно, уже сразу я умела, как будто бы. Но зарядив, да, денег в эту тему, окончив курсы, я стала ходить по собеседованиям. И я именно была нацелена только на Мак, исключительно, вообще ничего больше. Я сходила раз в Мак, меня развернули. Второй раз меня развернули. Третий раз, когда я туда пошла, ну, как бы я билась прям, вы знаете, с карамелью. Когда я туда пошла третий раз, меня как-то, ну, там... Сначала, знаете, этап, встречаешься с HR-менеджером, а потом уже в магазин идешь. Тут этапы перепутались. Меня отправили сначала в магазин. В магазине девочкам-вентажистам, кто работает, я прям очень понравилась. Ну, мы, знаете, с ними прям сошлись. Прихожу на собеседование. Опять к HR-у. То есть через магазин меня пропустили, сказали, да, давай, молодец, вперед, мы тебя ждем уже. Я прохожу опять собеседование с HR-ом, и меня опять не берут. Я звоню девочке в магазин, мы с ней обменялись контактами, говорю, слушай, почему-то меня опять не взяли, типа, в чем дело? Она говорит, ты знаешь, ну, типа, менеджеру по персоналу, показалось, что ты слишком хвалишь свое предыдущее место работы, и поэтому тебя не взяли, типа. Я такая, окей. Так, ребят, еще один. Это вот другой уже со сгущенкой. Это Светлогория. Чего это за сгущенка? Чего? Посмотрите. Фигня. Я вам рекомендую от души вот такой вот советский, который вот с этим мальчиком. С сгущенкой, если хотите. Тут реально сгущенки. Сейчас уже меньше, конечно, но много. У меня собака тут шуршит. Вот, знаете, спал целый день, я начала снимать, все. Чарли, хватит. Смотришь, глаза в разные стороны. Короче, меня не взяли опять. Ну, я уже прошла собеседование там в Инглот. Меня хотели, но я хотела только мак. Ну, короче, сейчас подождите. Естественно, я хотела только мак и никуда больше. По итогу, я в очередной раз тоже пошла на собеседование. Знаете, было лето, а у них у визажистов такая фишка, что типа ты должен быть черным весь. А у меня черной одежды вообще не так много. Я помню, что лето, жара. Я пошла вот в кофте, знаете, с такого плана. И в черных штанах. Летом еще с ярким макияжем пришла на собеседование в какой-то магазин. Вышли ко мне две тетки поговорить. Ну, типа, знаете, такие визажистки. И это все было, знаете, с какой-то такой насмешкой, типа, что ха-ха, не жарко ли тебе? Ну, блин, у вас тут вообще-то это ваше тупое правило, что все должны быть в черном, почему-то с ярким макияжем. Ну, короче, тупизм. И меня опять не взяли. И все. Я подумала, ну, я, значит, пойду как бы по профессии. И в Инглот я точно не пойду. Такая вот история. Слушайте, у меня еще есть сырок. Типа премиальный. Светлогорье. Вкусный, кстати. Ммм, вкусный латай и риска. Вкусный. Вкусный. Шикласс вкусный тоже. Давайте еще брауни попробуем. Брауни от этого, от Александрова. Ну, вот так, девочки. Вот так вот я, ну, не впустую, знаете, иногда сейчас я вспоминаю эти курсы. Они мне, правда, помогают краситься. Ну, как-то я понимаю. Но эти знания, которые я получила в этой школе визажа, я могла получить и через интернет-ресурсы там. На ютубе столько обучающих этих штук. Короче, я впалила деньги в какую-то, знаете, свою идею, которую я придумала сама. Что вот я буду крутым визажистом. С чего вдруг? Я вообще никогда, знаете, там особо сильно не увлекалась косметикой. Но вот я так подумала. И по итогу как бы это ни к чему меня не привело особо. Просто как бы потратила, да, там, последние деньги. Поэтому, не знаю, какой вывод из этой ситуации, да, там я вынесла. Наверное, в какой-то вот такой вот деятельности, типа визаж, прически, надо, наверное, сначала попробовать самой попрактиковаться. Понять вообще. Но кого-то взяли, знаете, тут тоже так нельзя говорить. Кого-то же взяли, вот кто-то так же, как я окончила, сейчас работает визажистом, да. Конкретно сейчас я думаю, что, в принципе, к лучшему. Потому что я ничего не потеряла. Даже приобрела более, знаете, такой опыт про коммуникацию, про бизнес. Девочки, это, видимо, знак. Так, что пора заканчивать. В общем, я наелась, честно вам скажу. Подведем, наверное, итог. Ну, Александров вкусное. Если не Александров, то вот эти с мальчиком, да, советские. Кстати, Светлогорье, они же белорусские. Вроде как, да-да-да, они белорусские, поэтому они чуть-чуть другие. Эти похожи. Вот, честно, советские и Александров очень похожи. Прям очень похожи. Брауни, кстати, вот вкусные. Тоже вкусные. Ну что, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Подписывайтесь обязательно на мой Телеграм. Пишите вопросы. Что хотите, пишите. Все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует.